...заряжается, понимаете? Получается цикл обратный. Эти аккумуляторные системы, да, они не так работают, как здесь. Понимаете? Они работают, вот эти циклы, зарядки и разрядки. Но из-за того, что здесь очень маленькая мощность, то мы ей, будем говорить, деградацию, мы бы просто пренебрегли. То есть, мы сказали, нам проще поставить эти два маленьких аккумулятора, вот, они внутри шкафа, они вообще никогда не пробуются. Он объясняет только в предыдущий момент. Чем коммутация навешивается, да еще. Чем коммутация, и все. А здесь, вот, выход есть с нашего контроллера, да, клиент говорит, ему надо заданную мощность. Людмила Николаевна поставляет ему этот инвертор, соответствующий, эти аккумуляторные батареи, что он хочет. Мы смотрим, это самое, что это такое связывание с производителем, или посмотрим, сколько мы можем зарядить. Скажем, если 6 часов мы 6-7 сделаем, то есть импульс подобран, все, мы говорим, что, ребята, это готово, будем... Вы говорите, вы делаете блочную систему, которая, блок отвечает за тот, за тот, за тот. Да, мы... Чем разбираться во всей системе сразу, лучше, блок посмотрел, не работает, это часть, все. У нас, понимаете, мы не хотим, вот, как у нас, вот, звонили с Израиля, ребята, мы хотим, это самое, ставить 1 киловатт и взять 3, и взять государственные деньги. Мы говорим, мы не можем это сделать. Но на следующий день, вот, Адамс, да, он полностью заменяет наш ветро... Вот это вот, мы решили, да. Все, вот эта вот задача выполнена. То есть, на следующий день у клиента вот есть две возможности, что купить, ветряк или это самое. Если его устраивает, вот, использовать принцип вот такой вот, те же самые аккумуляторные батареи, понимаете? То, и маленькая, это самое, мощность, и не надо этих все крылья, понимаете? Это один подход, вот, ну, здесь, видите, мы убираем. То есть, оно работает, это называется не прямое преобразование, то есть, энергия. Потому что ребята, в принципе, могут поставить здоровую, всю умельницу, да, прямо взять, снимать. Ну, есть же нюансы, я смотрю, он греется, мост, получается. Так это, по-группу, поставь мощнее систему, и будет нормальной темой, серьезно. Это не есть суть, оно решается. Ну, это суть, ну, на инстанционном стенде надо было делать все так, чтобы оно работало безопречно. Оно работало безопречно, я не знаю, почему оно не работало, без ее воды сейчас безопречно. Ну, это как присутствует. Это было, это было, это было, это было, это было, первое было, первое было, шикарно приведено. То есть, вообще без вариантов, потом, два раза вот мы это пытаемся. Ну, это мы включили, там, ролики, эти моменты. Ну, короче, еще это будет дорабатываться, я так понимаю. Несколько геросовершенствований, с особой стороны. Ждать не готовый образец, сроки какие-то. Ну, вот 10-й час. Два уже идут. 10-го числа мы должны поставить, я решу ее закатушку. А испытания именно, допустим, так, на работоспособность, вы проводить будете, правильно, вступление? Да, но я уже сказал, эти параметры клиенту это устраивает. То есть, мы уже будем монтировать. То есть, те параметры, что их интересовало, то есть, их интересовало 200, 200, это самое, там. Нет, ну, какие-то тестовые сроки. Пусковые установочные, будет на месте, по-моему, еще? На месте, я не знаю, как Людмила Николаевна там определит. Добро. Мы там, ребята приезжали, и у нас, ну, первое, это самое, у нас было без единого сбора вся эта система. Это интересно, если, просто, если ролик в этом показывать, именно по монтажу по Киеве, если сделать такой вариант, то это будет действительно... У нас вообще она другая, она смотрится, магнитно закрытый, у нас получается, какими-то, это вот, друговая красота. Сам процесс, от монтажа до пуска, это будет вообще великолепно, если бы можно было бы посмотреть, да. Типа, да, снимите нормальное видео, потому что, блин, каждого клиента возите, тем более, ну, не на что. Вот я привезу человека, показать ему вот это вот, человек не купит. Он не поймет абсолютно. Поймите. То есть, мне надо, понимаете, такие деньги нешуточные, человек, вот есть у нас три клиента, которые хотят купить, но на сегодняшний день я просто понимаю, что я их не могу сюда привезти и показать, понимаете? То есть, это кот в мешке, человек, типа, не купит. Да. Тем более, когда, в основном, это тротуется как вечный, в понимании савдеповском, грубо говоря, понимаете? Тут, получается, он не поздравляет. То есть, вы, на лето, доводите до ума, ставьте его в шкаф, чтобы он стоял, у вас тут демонстрирует. Ну, то есть, дело в том, чтобы вы поймите. Здесь, объясните, объясните, это шкаф мы не поставили. Нет, 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 это нормально. Есть еще доработки, то есть, там, вот, я напрашиваю, когда он пробует, приблизительно, скажите какие-то сроки, хотя бы два месяца, три месяца, что мне надо, что мне надо людям объяснить. То, что ты хочешь продать ему, да? Да, конечно. Мне надо, скажите, вот, у вас еще есть нюансы по доработке, правильно? Да, у нас постоянно этот процесс. Да, да. Это процесс бесконечно. Но, 10-го числа... Хотя бы какой-то предел тоже, хотя бы какой-то уровень. 10-го числа у нас будет два, как мы называем, коммерческих варианта. Люди сделали нам этот сам. А можно полностью все это видео задокументировать? Тут вопрос такой, сейчас вот произошло это, ввиду того, что тот датчик мы разогнали, одна лопасть, и разнесла датчик. По городу мы не носили, заказали, мы вырезали, мы из того, что было, поставили этот датчик. Но он некорректно работает с ключом. То есть вот экспериментировали, чтобы его загнать. Будут те датчики, которые щелевые? Ну, опять же, покажите нагрузку, дайте на него нагрузку, я хочу посмотреть, что он будет крутить. Ну, вот это уже нагрузка, вот эти аккумуляторы... А, у этого нагрузка есть. Скажите, аккумуляторы, он постоянно под нагрузкой стоит. То есть это уже вам нагрузка. Вот это без нагрузки, дай вас, пожалуйста. Вот система работы, да, это на ту нагрузку. Вот это уже вам нагрузки. Покажи сейчас, пока распрутилось. Да, без нагрузки, вот давайте. Я не вижу никаких, что? Ну, покажите, не вижу. Мы хоть в таком состоянии можем что-то снять, чтобы не жалко было. Кто-то... Я снимаю, что ты волнуешься, просто что... Ну, так же, я хотел бы... Ну, где 200 вольт. Какие-то пожелания были будущим. Подожди. Саша, снимай. Нет, нет, нет. Пока он крутится, пока вот сейчас... Это без нагрузки, он набрал количество оборотов. Да, вот видите, какая она, наверное, скорость такая? Подожди, подожди, не включай. Вот, подожди, как дискай идет, забрать напряжение. То, что идет на... Так, давайте мы немножко заснимем. Замескинение, ну, дай. Нет, нет. Так, генератор раскрутился. Около 180 оборотов без нагрузки. Я не вижу. Это должно быть четко, и просто... Не на что она сбита. Включатель нагрузка. Так, вот, генератор работает под нагрузкой. Все, я не могу это комментировать даже. Просто мост же... Останавливается, блин. Что останавливается? Что останавливается? Генератор останавливается. Ну, сейчас... Те же, что с датчиком. Нужно перекрестить. Что значит останавливается? Нормально. Ты хочешь сказать, что он останавливается? Нет. Вот, ждем. Ну, давай. Нет, он не останавливается. Он работает на ремонт. Он сбросил свой крутящий момент маховика, и все. Сейчас пришел. Нет, вот такой вот. Сейчас только звонили изготавливать еще одну катушку. Хорошо, попробуем. Там еще... Ну, я пламя. Значит, давайте тогда, если культа, к этому мы для самого делаем. Тут еще катушка, подымление тоже самое остается. Крутящий момент увеличен. У нас здесь 10-го числа, 10-го числа, будут два готовых, то есть шкафа будут здесь, здесь, здесь. И мы их должны будем везти на монтаж в Киев. Вы здесь будете как-то тестировать? Да, мы же собирать-то будем. Ну, какие вот... А именно тестовую на отдачу энергии, грубо говоря, проводить, допустим, уход на батарею. То есть вот конечный потребитель, ну, вот это... Нет, нагрузку будет вешать здесь, на шкафах. То есть здесь только можно замерять импульс и проверять... Ну, зарядка, а потом... ...восстановление аккумулятора. В комплект идет... Шесть часов дадим, и мы их это устраивать, все. И мы пойдем тогда, что там будем вместе им говорить. Нет, понял. То есть здесь еще вопрос там, наверное, я говорил... Ну, не остановлюсь. Ну, такие вот такие обороты будут. Несколько комплектов батарей. Не, он стоп. Все, все, все. Выключай, выключай. Выключай его, да, действительно, это уже все, да. Ну, что-то там произошло, что-то непонятно. Ему можно регулировать. Там кто получает обороты, я понимаю. Под нагрузкой, 180 обороты, это довольно-таки серьезно он обращает. При нагрузке с тобой, за паяльник, в сторону. Он быстро разогревается. Он разогревается, и потом просто не закрывается вот в этом состоянии. Постоянно все. И глушать... Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...